Фёдор Григорьевич Жмакин родился в 1930 году в деревне Козловка Мордовской АССР. После переезда в Куйбышев в школе Фёдор успел окончить только три класса, когда началась война. Отца сразу мобилизовали на фронт. Мать работала, и 11-летнему Феде ничего не оставалось, кроме как бросить учебу и стать нянькой для четверых братьев мало-мало-меньше. Чтобы в доме появилась лишняя копеечка, Фёдор начал рваться на работу. Его приняли учеником токаря. Когда мне исполнилось 14 лет, меня взяли на работу строительной монтажной конторы «Трестбук Русланнефть». Я проучился три недели. Три недели мой мастер, который меня наставник, который меня учил, заболел. Мне подходит главный инженер, сзади по плечу хлопает и говорит, «Сынок, ты что научился делать?» Я ему показываю на тумбушке детали. Я говорю, вот. А он меня сразу детали начал учить делать. Я ему показывал. Он говорит, «Так, сынок, давай продолжай работать». Ну и когда в 44-м году я пришел учеником токаря, и первые зарплаты, значит, это было большое подспорье нашим семейным бюджетам. Я получил денег больше, чем мамка получала зарплату. Я ученические получил. У нас рабочий день с восьми начинался. Вот тогда же в то время, значит, на каждом, каждый предприятель имел свои гудки. Гудки. И разный тона. Вот, если, допустим, наш завод, наше предприятие, значит, у нас один гудок, другой предприятие другой гудок. И вот мы приходили к восьми часам. К восьми часам. И независимо от того, что я был, как говорится, несовершеннолетний, мы работали где-то до одиннадцати, до двенадцати вечера. Все время работали. Ну, вы знаете, может быть и тяжело. Ну, молодые были, все. Вот. Кушать нечего. Хлеб-то мы, как говорится, через день, может, мама по суткам работала. Вот, когда она не работает, она могла хлеб достать. Да, хлеб, пайки были, тогда по карточкам выдавали. А дело в том, что там были очередя очень большие за хлебом. А почему очередя были? Да потому что, если магазин обслуживал тысячи человек, то хлеб привозили половины. Всем не доставалось. Наши организации, бригады, ставили буровые вышки. В то время нужна была нефть в стране. И нам зачитывали телеграмму Сталина, что нефть нужна по зарезу. Нефть нужна по зарезу. Поскольку к Волгограду немец, когда подошел, а нефть у нас баржами возили с Баку, а баржи не могли пройти. Там днями и ночами баржи горели, не могли не пройти. Нужна была нефть. Вот, значит, Бугуруслан обеспечил, как говорится, нефтепродуктами. Горючие надо, нефть вырабатывали, значит, горючие есть. Наш керосин есть, бензин есть, солярка есть. Вот, для танков, для самолетов. А в чем ваши трудовые обязанности заключались? А моя трудовая обязанность? Вот, когда буровую ставят, когда буровую ставят, и вот несчастного болтика, какого-то винтика нету, или втулки какие-то там нету, то прибегает рабочий и, значит, стоит над душой этот сынок, говорит, давай, говорят, быстрее там, говорят, у нас, говорят, не можем собрать буровую и собрать, не можем, вот там винтов таких-то нету. Вот мое дело, значит, сделать быстренько эти винты, рабочий стоит, ждет, значит, здесь прям, и потом, когда сделаешь, он, значит, по рукам, значит, спасибо, сынок, спасибо, и уезжает, и его машина ждет уже. А у нас там бригада, они же работали в пределах 100-150 километров, они же вот охватывали, Бугуслан наш охватывал, Байтуган, вот, всю Татарию, даже Куйбыш охватывали. Если бы мы бы не работали, мы бы не делали продукции, значит, это, наверное, правда, им тяжелее было на фронте, так? Ну, без нас, без нас, без нашей помощи, наверное, война была бы не выиграна, без нашей помощи, потому что наша помощь очень большая была. Вот я, когда вот приехал в Куйбышев, здесь, значит, это, потом и говорят, да ведь Куйбышев, знаете, завод Маслик, он часы делает, часы славились тогда, ну, кроме часов, он же обеспечил снарядами для Катюши, а ведь кто работал, ведь сейчас памятник там возле метро российской, поставили, Алабинское метро, последнее метро, там памятник трушникам поставили. Почему мы поставили? Да потому что вот этот 14-летний, и не только в Бугруслане, и в Куйбышеве так же работали, мой 14-летний, они там вот эти снаряды делали, а снаряд весил 42,5 килограмма. Вот, они обеспечили все фронт. Но в Бугруслане я проработал, значит, до армии, меня в армию не брали, не брали, почему не брали, потому что токарей не было, вот, меня на броне держали три года. А потом, значит, когда мои сверстники пришли с армии, вот, мне говорят, иди, говорят, военный билет получай. Мы, говорят, получили. Ну, я пошел, мне, значит, военный билет не дают. Тебе, ты, говорят, иди, говорят, здесь ты нужен, иди работай. Вот, ну, я долго не уходил, ни от него. Он, говорит, сынок, все, говорят, просятся, чтобы освободили, а ты, говорит, вот, пришел, говорит, к нам. Что, хочешь в армию? Я говорю, ну, если военный билет не даете, я говорю, пойду, служу, как все, буду военно обязанным. В армию в 51-м он ушел уже токарем 6-го, высшего разряда, а там в команде шоферов рядового Жмакина словно ждали. С первого же построения направили в ремонтные мастерские, где такой специалист был на вес золота. И вот там-то я увидел, сколько техники военной было разбитое, а ее нужно было восстанавливать. И вот старшина мне дал детали, там на тумбочку положил, говорит, вот тебе, сынок, на это, на неделю работы делай. Ну, я стал делать два с половиной дня, и это прошло, я сделал все, пришел, с решения под козырек докладываю, что ваше задание выполнено. Он говорит, ой, сынок, как молодец. И он меня столько завалил работой, что я, значит, стал там, как говорится, еще детали делать. Мы делали все буквально для машин. И капитали ремонта машин, двигатели растачили, коннинговали, все буквально делали мы для машин. Ну, моя обязанность какая была, значит, проследить там, что машина, значит, на ремонт, который станет, что делать. Что если расточка, я, значит, установку делаю, молодой там следит. Федор Григорьевич Жмакин. Человек, для которого труд всегда был и смыслом жизни, и радостью, и средством для самоутверждения. А еще поводом гордиться, что он был причастен к ответственному делу отправлять к звездам космические корабли. Я пришел на завод «Прогресс». В то время у нас, значит, когда я пришел, делали машину стратегический бомбардировщик Ту-16. Это была одна из наилучших машин во всем мире. Ну, и надеялись на то, что эта машина, значит, может перевозить атомные заряды на дальние расстояния. А почему? Потому что она весом 99 тонн. Высота потолок у нее до 13 километров. И она, этот самолет мог заправлять, заправлять, он в воздухе могли дозаправить его. Федор Григорьевич Жмакин, ветеран Великой Отечественной войны, герой социалистического труда, за самоотверженный и высокопроизводительный долголетний труд, был награжден почетным знаком трудовой славы. В 1974 году уже это дали Орден Ленина и Золотую Звезду Серпий Молот в 1974 году. А почему нас приравняли? А не только меня приравняли, а приравняли всех тех товарищей, которые работали в войну не менее шести месяцев, которые выполняли, как говорится, изготавливали продукции, все для фронта, все для победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова